Продолжение следует... 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 С тем, что мы имели довольно размытые критерии классификационные в предыдущей классификации, и сейчас, возможно, по мере накопления данных, мы можем столкнуться и с нейроэндокринными опухолями, которые занимают промежуточные положения, имеют промежуточные характеристики между высоко дифференцированными и низко дифференцированными или карциномами, как это произошло в желудочно-кишечном тракте. Но если говорить о гистогенезе этих опухолей, то на сегодняшний день вообще для нейроэндокринных новообразований предполагается два варианта развития. С одной стороны, довольно традиционная концепция о том, что нейроэндокринные опухоли развиваются из клеток диффузной нейроэндокринной системы или опут-системы и имеют нейроэктодермальное происхождение, являются мигрантами из нервного гребня. То на сегодняшний день, если мы возьмем самую частую локализацию нейроэндокринного опухоли желудочно-кишечного тракта, доминирующей является концепция эпителиального происхождения этих новообразований. То есть это на ранних этапах дифференцировки на уровне стволовых клеток происходит выбор направления в плане нейроэндокринной дифференцировки, но изначально базово это эпителиальные клетки. Клетки эпителиального происхождения, если мы будем говорить про желудочно-кишечный тракт, про кишку, то это энтодермальное происхождение. Вы видите, опухоли других локализаций за пределами кишечной трубки также имеют различный гистогенез. На сегодняшний день молочная железа, конечно, яркий пример эпителиального происхождения нейроэндокринных опухолей, потому что, с одной стороны, они имеют неопухолевый предшественник, сходный с эстроген-позитивными карциномами молочной железы. Они могут иметь прекурсоры неинвазивные, вблизи инвазивной опухоли. То есть мы можем проследить вот эту вот динамику из эпителиального компонента внутрипротокового и развития инвазивной опухоли. И, соответственно, сохранение соответствующих черт, в первую очередь, фенотипа и рецептор позитивного фенотипа. Что касается морфологической презентации, то это, в общем, история, которая действительно здорово роднит нейроэндокринные новообразования различной локализации. Видите, вот, собственно, пример как раз-таки молочной железы. Это альвеолярно-гнёздное строение с формированием розеткоподобных структур зачастую, возможно, инсулярный паттерн. Более выраженные такие трабикулярные структуры, с которыми мы нередко сталкиваемся в желудочно-кишечном тракте, в молочной железе могут встречаться, но это не очень характерная история. Как правило, это всё-таки опухоли, которые не имеют такой выраженной лентовидной или лабиринтной архитектуры, как правило, соленного строения. И ещё реже мы встречаемся с имитаторами псевдогландулярных структур или каких-то других железистых структур, которые нередко также в желудочно-кишечном тракте обнаруживаются. Если говорить о низкодифференцированных нейроэндокринных опухолях или нейроэндокринных карциномах, то это редкие новообразования. Чаще всего из этих редких новообразований мы имеем дело с мелкоклеточным вариантом нейроэндокринной карциномы. И он составляет порядка 0,1% всех карцином молочной железы и при этом не более 10% экстрапульмонарных или экстратаракальных мелкоклеточных раков. Потому что, конечно, самым частым мелкоклеточным раком является мелкоклеточный рак лёгкого. Это опухоль, которая может в том числе давать различные экстратаракальные метастазы. И в первую очередь, конечно, встречаясь с такой морфологической картиной в молочной железе, мы должны исключать вторичное поражение этого органа. Потому что вероятность первичной мелкоклеточной карциномы очень невелика. Но при этом, опять же, мы можем наблюдать и неинвазивный компонент, как дополнительное свидетельство первично-мамарной локализации происхождения этой карциномы. И характерный для рака молочной железы паттерн локорегионального метастазирования тоже может быть одним из индикаторов первичного происхождения нейроэндокринной карциномы в молочной железе. Что касается крупноклеточного нейроэндокринного рака, который появился на сегодняшний день в классификации, что вполне логично. Потому что презентация низкодифференцированных нейроэндокринных карцином в разных локализациях не ограничивается только мелкоклеточным раком. Но если процитируем действующее руководство ВОЗ, то это исключительно редкая история. Я думаю, что в большей степени это, конечно, связано с тем, что из-за отсутствия классификационных критериев соответствующих, эти карциномы гиподиагностируются и, вероятно, попадают в группу неспецифицированных инвазивных карцином молочной железы с чертами или с нейроэндокринной дифференцировкой, либо с экспрессией нейроэндокринных маркеров. Поэтому, вероятно, в рамках действующих классификационных критериев мы можем увеличить выявляемость этой нозологической единицы. И, понятное дело, что так же, как и в других локализациях, мы можем встретиться с коллизионными или комбинаторными или бифазными опухолями, которые помимо нейроэндокринного компонента могут иметь и эпителиальный, не нейроэндокринный, что в молочной железе, как правило, и встречается чаще, чем чистые нейроэндокринные карциномы. И это, собственно, смешанные с инвазивным, неспецифицированным раком варианты. Но здесь, если мы с вами обратимся к классификационным критериям, то они сайт-специфичные, такие же, как и для других смешанных карцином именно молочной железы. То есть, если у нас имеется нейроэндокринная карцинома, составляющая от 10 до 90% опухоли, тогда мы можем говорить о смешанной опухоли. Если меньше 10% нейроэндокринной карциномы, то тогда мы классифицируем по преобладающему компоненту. Это новообразование. Указание наличия нейроэндокринного компонента, если следовать букве классификации, опционально. Но, конечно, так как это, как правило, более высокоагрессивный, вообще, в принципе, высокоагрессивный компонент, даже его минорные количества имеет смысл в репорте отражать. Если же опухоль больше, чем на 90% состоит из нейроэндокринной карциномы, она может быть просто классифицирована как нейроэндокринная карцинома, опять же, с опциональным указанием ненейроэндокринного компонента, который входит в ее состав. Это отличается от тех количественных критериев, которые имеются для, скажем, ненейроэндокринных новообразований желудочно-кишечного тракта, где пороговым значением является не менее 30% одного из компонентов. Что касается дифференциальной диагностики, то наибольшие сложности возникают в плане карцином. Для высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей есть только одно жесткое условие. Это должна быть диффузная мономорфная экспрессия как минимум одного из нейроэндокринных маркеров. Причем мы должны полагаться на те маркеры, которые обладают высокой специфичностью, а не просто высокой чувствительностью. Что же касается карцином, то карциномы, как правило, сохраняют экспрессию цитокератинов, что позволяет подтвердить их эпителиальное происхождение. Хотя с точки зрения морфологии нам необходимо их дифференцировать с другими новообразованиями, которые попадают в группу мелкокруглоклеточных опухолей. Это и лимфомы, и круглоклеточные саркомы. И тем не менее мы должны дифференцировать эти новообразования и с первичными, не специфицированными карциномами молочной железы. Но, тем не менее, нам, опять же, необходимо для подтверждения диагноза диффузная, мономорфная экспрессия хотя бы одного нейроэндокринного маркера. Но при этом в карциномах мы знаем, что экспрессия нейроэндокринных маркеров может быть вариабельна, и в том числе и в мелкоклеточных карциномах разных локализаций. И в ряде случаев мы можем столкнуться с тем, что широко используемые в большинстве лабораторий маркеры, такие как синаптофизин и хромогранин, могут быть полностью негативны. Но, тем не менее, нам необходимо подтвердить нейроэндокринную природу. Сейчас появляются на рынке, в том числе в России, высокоспецифичные маркеры, такие как АНСМ1, но он еще не очень широко доступен в реальной практике. Как правило, первичные нейроэндокринные опухоли, в том числе карциномы, сохраняют экспрессию эстрогеновых рецепторов, реже выявляется экспрессия рецепторов прогестерона, но это, в общем, данные с точки зрения литературы не константные. Ряд авторов говорит о том, что низкодифференцированные нейроэндокринные карциномы могут полностью терять, либо не экспрессируют рецепторы стероидных гормонов, и при этом эти карциномы могут быть ТТФ1-позитивны, но, как правило, это не диффузная, а фокальная и слабая легетерогенная экспрессия, что отличает эти опухоли от метастазов мелкоклеточного рака легкого. И для первичных нейроэндокринных карцином молочной железы мы можем выявить экспрессию ГАТА-3 транскрипционного фактора, который характерен в том числе для опухолей этой локализации, чего не бывает в мелкоклеточных карциномах легкого, что является важным дифференциально-диагностическим опорным критерием, если у нас есть экспрессия этого маркера. Но помимо группы нейроэндокринных новообразований в молочной железе есть еще ряд специфических форм карцином молочной железы, которые отличаются нейроэндокринной дифференцировкой. Это всем известная солидная папиллярная карцинома, которая относится к группе папиллярных опухолей молочной железы, которая может быть как неинвазивной, так и инвазивной, и характеризуется довольно константной экспрессией нейроэндокринных маркеров. И муцинозная карцинома, ее гиперклеточный вариант или тип B, также характеризуется экспрессией этих маркеров, но само по себе наличие экспрессии нейроэндокринных молекул не должно быть основанием для того, чтобы классифицировать эти новообразования как нейроэндокринные опухоли или карциноиды, а мы должны все-таки на основании всего комплекса морфологических и фенотипических данных при наличии соответствующих критериев устанавливать специальный тип рака молочной железы, что, собственно, характеризуется в том числе нейроэндокринной позитивностью. Кроме того, в неспецифицированных карциномах молочной железы может быть выявлена экспрессия нейроэндокринных маркеров. Если она не является диффузной или мономорфной, или интенсивной, тогда мы не имеем оснований для того, чтобы классифицировать опухоль как нейроэндокринную. Необходимо просто указать, что это неспецифицированный рак молочной железы с экспрессией нейроэндокринных маркеров может быть в какой-то части клеток. Если резюмировать, то большинство нейроэндокринных новообразований всё-таки возникают у пациентов пожилого возраста, это 60-70 лет. Низкодифференцированные нейроэндокринные карциномы могут возникать несколько раньше. Самые молодые пациенты описаны 43 лет. Тем не менее, как правило, это всё-таки около 70 лет пациентке. Это раз. Кроме того, мы должны понимать, что вот эта дифференцировка на грейды для рака молочной железы также является сайт специфичной. И для установки грейда используется на тенгемская система, такая же, как и для установки грейда карцином молочной железы неспецифицированных. Так как они, собственно, имеют отсутствие глондулярных или тубулярных структур, то, как правило, основным дискриминатором для них являются метозы, так же, как и для нейроэндокринных опухолей и других локализаций. Но, тем не менее, в целом система грейдинга является сайт специфичной, а не универсальной для нейроэндокринных опухолей молочной железы. Кроме того, прежде чем установить диагноз, мы должны на основании всех доступных данных исключить возможное вторичное поражение молочной железы, что может встречаться как и для мелкоклеточного рака, так и для высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей, в первую очередь желудочно-кишечного тракта. Поэтому необходимо этот фактор исключать. Для установления диагноза нейроэндокринной опухоли мы должны использовать два опорных момента. Это, в первую очередь, морфологические признаки нейроэндокринной дифференцировки, как архитектурные, так и цитологические, в первую очередь, ядерные черты, и диффузная мономорфная экспрессия нейроэндокринных маркеров. Причем, как правило, в нейроэндокринных опухолях молочной железы мы чаще выявляем экспрессию хромогранина, в то время как экспрессия синаптофизина встречается реже, в гораздо меньшем числе случаев. Поэтому в плане выбора маркера для подтверждения нейроэндокринной дифференцировки для этой локализации целесообразно использовать хромогранина. Хотя, опять же, универсальная рекомендация относительно того, что целесообразно использовать тот маркер, который лучше всего работает в вашей конкретной лаборатории, она также верна и для этой локализации. Как правило, это опухоли рецептор позитивный, потому что они имеют тот же источник развития, как рецептор позитивный, не специфицированный инвазивный карцином и молочной железы. Мы можем столкнуться в материале резекции, реже в материале биопсии с компонентом инситу, с неинвазивным, что является одним из признаков того, что мы имеем дело именно с первичной нейроэндокринной опухолью молочной железы, а не со вторичным поражением этого органа. Ну и специфические типы карцином молочной железы, которые свойственны экспрессии нейроэндокринных маркеров, не должны диагностироваться как нейроэндокринной опухоли. Что касается влияния нейроэндокринных черт на течение рака молочной железы, то если мы будем говорить о высоко дифференцированных новообразованиях, они, безусловно, считаются злокачественными, и на сегодняшний день должны вестись как гормонопозитивный рак молочной железы. При наличии экспрессии рецепторов гормонов на сегодняшний день нет данных о том, чтобы нейроэндокринная дифференцировка или принадлежность опухоли к нейроэндокринной опухоли как-то влияла существенно на прогнозы течения заболевания. Что же касается низкодифференцированных карцином, в первую очередь мелкоклеточного рака, то здесь, конечно, течение заболевания в большей степени определяется природой этого новообразования, и это высокоагрессивная опухоль, которая может иметь трижды негативный фенотип. Спасибо за внимание.